Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Много лет назад, когда отец Павел еще только закончил семинарий, я помню, он говорил о своей мечте построить Минский храм в честь святителя Николая Японского. Я, помню, тогда подумал, мне бы хотя бы иногда там, хоть иногда послужить, хотя бы раз. А вот Господь так устроил, что я один из клириков этого храма. Я очень люблю наш храм, наш приход. Люблю, во-первых, за общину, за ту атмосферу неповторимую, которая благодаря настоятелю и прихожанам здесь создана. Люблю его еще за то, что он посвящен святителю Николаю Японскому, святому, который всегда был в моем сердце. Каждый святой чудо, каждый святой – это праздник, праздник благодати Божьей в этом мире. Каждый святой – это радость для церкви, для каждого христианина. Но святитель Николай, мне кажется, особый. Может, потому что я его очень сильно любил всегда, а может, потому что сохранилось о нем больше знаний. Дневники его, изданные недавно, воспоминания современников, письма. Человек раскрывается. Святитель Николай в этих произведениях, он как живой, пристает. И когда о нем размышляешь, удивляешься, ну вот я удивляюсь трем вещам. Самое первое – это удивительная самодача, с которой святитель этот удивительный подошел к делу, на которое призвал его Господь к делу миссионерства. Целый год добирался до Японии. Решился, будучи студентом, отдать себя всю свою жизнь на служение миссионерам, миссионерам, незнакомому народу. В Японии преодолел массу препятствий. Свои его пытались обвинять в том, что он сообщает какие-то секретные данные России, там, в Японии. А японцы пытались представить его некоторые, в виде какого-то российского шпиона. В Японии тогда вообще полагалось строгое наказание флотно-смертной казни за то, что кто-то примет эту чужеродную для них веру. А он решился. Он жил постоянно размышлениями о миссионерстве, о японцах, которых полюбил всем сердцем, молитвами о Родине. Второе, что удивляет вас святителя Николая – это его личность. Он в дневниках пристает таким живым, эмоциональным, шутил над этим сам, говорил, вот ведь экзальтированность, слово какое-нибудь скажешь, а как не сказать, когда с детства к нему привык, как к коспе, ну, он, милую, как к прививке с детства привит, шутил над этим. Он всегда веселил семинаристов, японцев, приходил и никогда не оставлял и без шутки, вспоминали его после таких семинарий. Он удивительный. Хотя бы вспомните вот такой момент, когда к нему пришел на беседу священник-протестант. И вот они долго беседовали, и тот прослезился и сказал, «Владыка, вот если вы скажете сейчас, что мне вот нет благодати он никакой, я отрекусь от протестантизма, стану православным». Святитель Николай нашел мудрость и чуткость в тот момент ненастоятельно. Он говорит, я не хотел ловить его на момент растроганности, чтобы свободно он пришел ко мне. Или даже такие мелочи, как Святитель заботился о делах миссии своей, когда нужно было даже небольшую сумму валюты обменять. Он пешком обходил все банки города, в котором жил, чтобы найти курс получше, чтобы их лишнюю копейку привезти для миссии. Много еще можно про него вспоминать. Удивительный человек, личность необычная. Третий момент, за который... Наверное, я вообще люблю Святителя Николая, но третий момент, который всегда удивляет, это тот результат, которого он достиг. Вспомним хотя бы венок от императора Японии, который был с почетом прислан, когда Святителя хоронили. Сколько людей приходило, когда шла похоронная процессия. А когда в 70-е годы Синод Русской Православной Церкви решил канонизировать Святителя Николая, и верующие японские хотели перенести его мощи в собор, власти местные, светские, языческие власти сказали нет. Он принадлежит всему японскому народу, независимо от вероисповедания. И это ли не результат? Или, например, я читал историю, когда построили, удалось построить храм в городе, где жил император, недалеко, прямо по соседству с дворцом императорским. И император выходил куда-то, собирался идти со всей всей этой семьей и услышал звук колокола. Все замерли, а император молчаливо вслушался, вдумчиво. И вот этим молчаливым таким вниманием благословилось и, можно сказать, одобрил существование храма рядом со своим дворцом и с колоколом. Не результат ли это? А вот крещение самурая, пришедшего его убивать. Ну, много таких вещей, которые удивляют. Когда размышляешь, в чем тут секрет, слово такое не очень удобное, это все, наверное, получалось только благодаря тому, что святитель Николай мог отдать себя целиком в руки Божьи. Он сам говорил о себе, что он как саха, который крестьянин пашет, а потом забрасывает ее, когда она ломается. Она уже не нужна. Он мог доверять Христу. Вот с этим вот доверием, я размышляю, у нас бывают проблемы. Мы приходим, хорошо, если нас Господь, мы доходим, слушая знаки Божьи, внимаем, до храма. Но вот культуры, привычки дальше жить за Христом, доверять Ему так, чтобы это был не разовый акт воли, а постоянное расположенное сердце, у нас не всегда получается. Многие из нас остаются на каком-то таком первом уровне. Пришли, дошли до веры, и вот стали православными и успокоились. И не идем дальше. А вот идти бы за Христом дальше, вслушиваясь в то, что Он нам в нашей жизни посылает, делая то, что Он говорил, самые простые вещи, доверять Богу каждый день, каждый час, несмотря ни на что. У нас не всегда так получается. Святитель Николай пусть будет в этом примером. Когда читаешь, вот как Он мог довериться Христу, то постоянно удивляешься. А еще меня что впечатляет, удивляет, восхищает в этом удивительном святом, то, что Он смог в жизни своей, наверное, воплотить то, что называется в миссиологии принципом воплощения. Когда слово о Христе не просто там читается, но воплощается в жизнь. Святитель Николай оставался 100% человеком, живым, настоящим, прямо вот со своим характером, с особенностями, не идеальным. Но он боролся с кем-то своими недостатками. И в высшей степени на 101% был христовым. Бывает тоже так, что кто-то из нас так хочет стать быстрее христианином, что забывает о своей человечности. Ну, не то, что притворяется, но бывает, играет какую-то такую роль. Или пытается, скажем так, быть тем, кем еще не стал. Но вот совместить эти два качества, в хорошем смысле слова остаться человеком, живым, настоящим, и быть христовым, вот это надо еще уметь. Ну, вот этим хотел бы поделиться. Пусть Господь по молитвам, покровителя нашего храма, память, которую сегодня мы совершаем, Святитель Николай, Ранапостоль, но просветитель Японии, даст нам возможность быть христовыми и хоть немножко, хоть чуть-чуть подражать ему в его житии. Аминь. Аминь.